HR-блог. Каждое мнение имеет значение. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Здравствуйте, коллеги. Это я, Анна Несмеева, и снова мой HR-блог на волнах HR-медиа. У нас сегодня с вами отличная тема для разговора и для обсуждения. Как вы знаете, сообщество внутренних коммуникаторов регулярно проводит исследования. И мы замеряем, что происходит с внутренними коммуникацией. Последний раз такое измерение мы проводили в 2017 году. В прошлом году мы изучали корпоративные медиа, а вот сегодня, в этом октябре, мы измеряем снова внутренние коммуникации. И ближайшие две программы я расскажу вам о том, что же произошло за эти два года. Итак, первонаперво нужно сказать, что тренды внутренних коммуникаций постепенно меняются. При этом не могу сказать, что изменения происходят радикальные, но, тем не менее, некоторые весьма и весьма любопытные подвижки произошли. Итак, первонаперво нужно сказать, что, по сути, цели работы службы внутренних коммуникаций остаются прежними. Теми же, которые они были в 2017 году, но поменялись приоритеты. Укрепление лояльности и вовлеченности теперь на первом месте. И если раньше это было информирование сотрудников, то теперь, слава богу, мы говорим, что наша главная цель – это укрепление лояльности и вовлеченности сотрудников. Так считает порядка 67% опрошенных. А на втором месте – управление корпоративной культурой. Ну, я бы сказал, что это все-таки задача не внутрикома, а HR. Но мы-то с вами знаем, что в нашей стране зачастую именно в HR находится внутриком. И очень часто HR коммуникации, HR проекты, HR задачи становятся одним из главных контентов во внутрикоме. Таким образом, 58% считают, что одной из главных, одной из ключевых целей работы внутри кома является управление корпоративной культурой. И, наконец, на третьем месте по-прежнему наше нелюбимое и нерекомендуемое никому информирование сотрудников. Но, слава богу, его доля упала с 71%, как это было в 2017 году, до 46%. То есть, работая мы не зря, 30% наших коллег поняли, что информирование – это зло. И примерно на такую же долю процента подросло понимание того, что коммуникации, как эффективное воздействие на поведение наших респондентов, на поведение наших коллег, наших сотрудников, является одной из ключевых целей. Так считает у нас 36% опрошенных. И это круто. Если говорить о текущих задачах, то по-прежнему они остаются в рамках той же ключевой триады. Организация мероприятий, и это одна из ключевых задач внутри Кома, 81% опрошенных считают, что это так. На втором месте с небольшим отрывом 79% голосов собрал ответ подготовка информационных сообщений. Итак, мы все-таки продолжаем готовить информационные сообщения. Хотя, на мой взгляд, информационные сообщения без направленной коммуникации, без направленного посыла, когда мы с вами не просто сообщаем людям цифры и факты, или говорим им о том, что случилось, а даем этому оценку, подталкиваем их к необходимой модели поведения, или к необходимому конкретному действию, вещь довольно бессмысленная. И на третьем месте у нас стоит работа с интернет-порталом. И это неудивительно, потому что мы с вами до сих пор считаем интернет-портал одним из ключевых каналов коммуникации. Но об этом мы с вами поговорим в следующем выпуске HR-блога. А сегодня я еще добавлю, что в большинстве опрошенных компаний, фактически в трех четвертях, даже больше, в 77% опрошенных компаний, существует выделенный бюджет на внутренние коммуникации. И это здорово, и это правильно. Ну и действительно, куда деваться, если до сих пор одной из главных задач является организация мероприятий. Подозреваю, что и львиная доля бюджета уходит как раз именно на это. Но мы не расстраиваемся, и мы верим, что в вашем бюджете нашлись такие статьи, как поддержание текущих каналов коммуникации, проведение исследований, немножечко на мерч, который вы делаете для ваших сотрудников, а также на разнообразные проекты и программы, связанные с вовлеченностью и лояльностью. Пожалуй, сегодня я добавлю еще одну интересную деталь. Каждый опрос мы спрашиваем людей, занимающихся внутренними коммуникациями профессионально, куда идет наша профессия, куда идет наша отрасль, какие ключевые направления они видят в ближайшие годы. И здесь тоже есть любопытные изменения. В 2017 году, оценивая перспективы на 2018 год, у нас появилась следующая отряда приоритетов – интегрированные коммуникации, за ними шла социализация и геймификация, и на третьем месте – СММ и соцсети. Что же через два года? В 2019 году, в текущем опросе, оценивая перспективы на 2020 год, наши респонденты на первое место поставили развитие электронных коммуникаций, включая соцсети, то есть обобщив туда все эти истории. А вот на второе место вышла история про активное управление корпоративной культурой, включая управление по ценностям, трансформацию корпоративной культуры. И мне кажется, в этом направлении действительно нас ждет много-много интересного. Ну и, конечно, социализация и геймификация, как часть этого процесса, тоже остается среди трендов, и она занимает почетное третье место. Ну и что же нам мешает? Какое же главное препятствие видят наши коллеги при развитии внутренних коммуникаций? В 2017 году главным препятствием респонденты называли слабую вовлеченность менеджеров среднего звена. То есть именно тех, на кого мы опираемся, когда осуществляем коммуникацию с рядовыми сотрудниками. Помните, да, из всех наших курсов программы проектов, что ногами до каждого сотрудника вы не дойдете никогда. А наибольшим индексом доверия пользуются линейные и средние менеджеры, то есть непосредственные руководители. И вот на их слабую вовлеченность в 2017 году наши коллеги жаловались, как на основное препятствие для развития внутренней коммуникации. А вот в 2019 году точка фокуса сместилась. И сегодня практически половина опрошенных говорят, что главным препятствием является либо непонимание бизнеса, зачем нужны внутренние коммуникации, какой профит они дают, либо нежелание руководителей, топ-менеджеров принимать участие во внутренних коммуникациях. И это нам говорит о том, на чем нам стоит сосредоточиться, на чем нам нужно сфокусировать наши усилия, чтобы преодолеть эти проблемы. Ну а мы поговорим с вами об этом через неделю, в следующем выпуске моего HR-блога «На волнах HR-медиа». До встречи! Это был HR-блог. Ваша профессиональная площадка на HR-радио. Все программы можно скачать на портале HR.media.